Чеченская война началась в 1994 году с ввода российских войск на территорию республики. И с самого начала эта война дала понять всему миру, что соблюдение каких-либо конвенций и договоренностей не входит в ее планы. Расстрел военнопленных и общее зверство на всем фронте – это все то, что сочетала в себе локальная война на Кавказе. Однако наших солдат достаточно трудно упрекнуть в планомерном нарушении правил войны, слишком мало прецедентов было. А вот боевики прославились своим не совсем ласковым отношением к российским солдатам и даже к срочникам на весь мир. Но даже среди этого ужаса отдельной головой стоит отношение воинов Ичкерии к нескольким родам войск, которых не то что в плен не брали, а не подпускали на расстояние пистолетного выстрела. Первое. Это десантники. Славное братство десантников отлично зарекомендовало себя практически во всех боевых операциях Чеченской войны. Их легендарное упорство и смекалка помогали им достигать побед, не теряя большое количество личного состава в боях. Именно поэтому боевики не любили представителей крылатой пехоты и открывали по ним огонь даже в тех редких случаях, когда они сдавались, в основном необстрелянные срочники. Второе. Это пилоты вертолетов и штурмовиков. Летунов не любили не за их героизм и упорство, которое, конечно, было, а за их стиль ведения войны. Они не делали ничего особенного, прилетали, бомбили, улетали, однако боевики считали это недостойным поступком. Желание сразиться с врагом на расстоянии автоматной очереди и вызывало гнев в рядах чеченцев. Третье. Это снайпера. Эти профессионалы редко выходили из плена живыми во всех войнах мировой истории. Но жестокость отношения к ним достигла своего апогея именно во время печальной чеченской войны. Впрочем, это негласное правило снайперов в плен не брать соблюдали солдаты по обе стороны фронта. Командование старалось всячески помешать расправам над снайперами, так как они были кладезем полезной информации. Двигаясь вдоль линии фронта, они знали все не только про позиции противника, но и про свои. Но, как правило, солдаты добирались до снайперов раньше командиров. Субтитры создавал DimaTorzok